После освящения нового храма Иоанна Богослова при Международной академической школе Одесса митрополит Киевский в Сия Украины Ануфри отправился в первую и единственную в стране студенческую церковь святой мученцы Татьяны и встретился с коллективом Национального университета Одесской юридической академии. Единогласным решением ученого совета, блаженнейшему присвоили звание почетного доктора Гонорис Кауза. Как все это происходило, видели журналисты-репортеры. Визит предстоятеля блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфри – это историческое событие для Национального университета Одесская юридическая академия и для православной Одессы в целом. За весомый вклад в развитие духовенства Украины единогласным решением ученого совета его блаженству было присвоено высокое звание почетного доктора Гонорис Кауза. Митрополит способствует строительству православных церквей, созданию православных общин, писсионерских культурных центров, неся истинную веру и милосердие в сердца людей и распространяя православие по миру. Митрополит Ануфри осветил храм Иоанна Богослова и благословил Одесскую юрокадемию, пожелав ей свет знаний и свет веры. Я желаю всем преподавателям, профессорам, ученым, которые трудятся здесь в этом юридическом заведении терпения, мудрости, умения преподносить сложные в простом формате. А студентам я желаю быть послушными, внимательными и почтительными к своим преподавателям. Для нас сегодня, правда, историческое событие, то, что блаженнейший осветил храм Иоанна Богослова вместе с владыкой Агафангелом, что он в своем плотном графике нашел возможность посетить национальный университет юридической академии. И, вы знаете, стало хорошей, доброй традицией, блаженнейший посетил храм, студенческий храм, первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны. И, вы знаете, я сегодня особенно рад присутствовать здесь, потому что блаженнейший, митрополит Киевский и всей Украины стал членом нашего коллектива, коллектива национального университета Одесская юридическая академия. Он является нашим духовником, он является нашим человеком, который делает все для того, чтобы люди ходили в храм, молились. Я хочу еще раз пожелать вам здоровья, поблодрить Сергею Васильевичу, поблодрить прогресс-коррективу преподавательски. Я тоже стал, как в свое время получил это высокое звание, я ценю это. И желаю всем вам тоже терпения, стойкости, мужества. Воспитывайте воли свою к первым добру и передавайте это от сердца к сердцу тому поколению, который верит вам, идет с вами и который представляет будущее нашего государства, нашего земного отечества и нашей церкви. Спасибо всем. В Национальном университете Одесская юридическая академия был учреждено высшее почетное звание «Почетный доктор Ханорис Хауза». Эта высокая награда присуждается общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за весомый вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности. В разные годы высокого звания Ханорис Хауза Одесской юридической академии удостаивались представители высшего православного духовенства, среди которых митрополит одесский и измельский Агафангел, почивший митрополит киевский и всея Украины Владимир. Национальный университет Одесская юридическая академия продолжает развивать в Одессе православное образование, построив с нуля Международную академическую школу Одессы, где все желающие могут изучать закон Божий. «Всякая награда, она напоминает человеку о том, каким он должен быть. И эта награда, которую я сегодня получу, она напоминает мне о том, что несмотря на мой возраст, несмотря на моё положение, которое я занимаю послушанием в церкви, я должен трудиться в познании законов человеческих и ещё больше законов Божьих. Сегодня прекрасный день, когда мы освятили храм, когда мы в учебной школе, которая там основана, мы освятили храм Божий, место молитвы. То место, храм, это является тем местом, где люди учатся знания и использовать в качестве меча, которым посекается неприятель, но который не ранит носителя от меча. Я желаю, чтобы этот храм функционировал, чтобы он был наполнен людьми. Сергей Васильевич сказал, что парадокс, что сложное время, а люди больше людей в храме. Это люди в храме получают и не идут за силой, за той силой, которая необходима для того, чтобы принести эти трудности, которые мы испытываем. И то, что ещё один храм, это и красота, просто архитектурная красота города Одессы. Это и духовная красота, которая существует в храме. И это место для того, чтобы исцелялась человеческая душа. В Национальном университете Одесская юридическая академия образования и духовность всегда шли рядом. В самом начале создания университета его президент Сергей Кивалов основал единственный в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны, куда каждый учащийся может прийти и помолиться своей небесной заступнице.